итак утеплитель утеплитель и подкладку на которую я буду его пристегивать я выкроила по выкройкам для подкладки к этой выкройке в журнале бурда есть отдельно выкройка для самой пальтовой ткани и для подкладки это вот выкройка подкладки я сделала утеплитель чуть короче то есть вот можно видеть что у меня длина рукава примерно равна длине спинки и длине полочки почему так потому что у меня был кусочек утеплителя который вот либо так либо надо начинать новый кусочек а я как-то подумала ну а зачем можно попробовать разместиться в этом тем более при такой длине утеплитель закончится у меня где-то в районе колен я думаю нормально в принципе там пальто еще вниз пойдет сантиметров на 15-20 там уже от утеплителя было бы толку мало этот утеплитель имеет составе шерсть 70 процентов и я его заказывала в группе ладен давайте вот поближе покажу это как бы такая получается сеточка по моему вискозная девчонки сеточка и на в нее вбитый волокна шерсти он достаточно тонкий очень тоненький вот видите он прям такой он еще знаете когда пристегается будет еще тоньше я на это надеюсь потому что у меня пальто не слишком объемная не предполагаю получится и вот как раз что-то такое тоненькое то что нужно и здесь 70 процентов шерсти я надеюсь что все будет тепло и хорошо у меня похоже утеплитель стоит на шубе и на шубе он ну реально сделал шубу теплее в два раза вот поэтому я собственно его и закупила для пальто так вот по поводу вот этого вот материал это возможно тафета я тоже сейчас уже точно не помню напишу на экране если это не тафета если это тафета то она еще обладает ветрозащитными свойствами то есть она не пропускает ветер покупала я эту ткань когда шила год назад себе плащ с перышками на альпа люксе и хотела поставить на подкладку но вы можете видеть насколько она полупрозрачная и ну как бы для подкладки это не очень хорошо потому что все внутренние швы сквозь нее просвечивали а вот как основа для утеплителя который будет в принципе внутри жалко конечно что вот эти милые снеговички не попадут никуда в общем но зато есть к чему пристегать утеплитель и не жалко и она достаточно мягкая и пластичная а дело в том что я покупала но тоже знаете различные подкладочные ткани которые были достаточно дешевыми потому что думала что ну как бы внутрь это все дело ставить этого никто видеть не будет но они довольно жесткие это все таки вот помягче я надеюсь что она позволит сохранить и тонкость и пластичность основному изделию это деталь спинки и я ее выкроила без складочки вот часто спрашивают значит как кроить потому что обычно на складке делают складку на свободу ну вот я прочитала в интернете различные мастер-классы там девчонки писали что если вы кроите вот с утеплителем то такую складку на свободу делать не надо получится слишком толстым ну вот я получается вот здесь ее не делала а на подкладке который именно будет подкладка еще дополнительной она будет все давайте начнем это дело все наверное собирать потому что нужно будет пристегать наш утеплитель к тафете я буду пока называть ее тафетой чтобы как-то разграничить потому что потом еще под появится подкладка вот общем тафета плюс утеплитель когда я начала пристегивать подкладку прикалывать то у меня вот так вот утеплитель посмотрите он как будто бы больше дело в том что это трикотажный утеплитель и он очень сильно растягивается точнее очень легко растягивается поэтому вот я его знаете как бы обратно присобираю и в таком положении прикалываю и пристегивать я планирую со стороны подкладки чтобы нижний транспортер слегка припасаживал дополнительно мой утеплитель потому что если наоборот то вот видите растягивается на несколько сантиметров больше но я помню что когда кроила и когда это все лежало ровно на полу она была нужного размера так что сейчас я просто вот так вот немножечко его как как резинку обратно присоберу и вроде как он даже обратно хорошо присобирается так скажем ставлю самый длинный стежок 5 миллиметров и самым длинным буду пристегивать очень близко к краю вот соединила такой вот шовчик на расстоянии наверное где-то одного сантиметра 7 или где-то 7 наверное миллиметров от края такой видок с изнанки ну и вот аналогично сейчас будут при прошивать все швы вот эти вот все весь периметр так скажем нужно обработать на спине я решила нарисовать с помощью строчек стежки сердечко приклеиваю выкройку и вдоль нее прокладываю стежку то есть просто вдоль края кальки стараясь на него не попадать иголочкой а если где-то и попадет ничего страшного калька достаточно легко удалиться из шва длинные вертикальные детали я стягаю волнистыми линиями очень абстрактно хаотично как просто душа лежит так и делаю а Это у меня спинка с двумя сердечками и словом love. Вот, да. Вы знаете, для меня пошить пальто это повод, даже мне интереснее это сшить, когда вот какую-нибудь такую вот маленькую ерунду можно сотворить в процессе. Вот, казалось бы, никто этого никогда не увидит, кроме нас с вами в процессе пошива, но мне хочется, мне интересно, мне это приятно, и вот, наверное, ради таких маленьких моментов я шью такие большие вещи. Итак, сначала я простегала просто сердечки, потом прочитала в мастер-классе, ссылку на который оставлю ниже, что утеплитель лучше закрепить посильнее, чтобы он не сбивался, не комковался, не рвался, и я добавила еще вот разные такие вот волнистые полосочки снизу и сверху. Ну и вышло внутри слово love, потому что как-то третье сердечко можно было, но я подумала, что будет здорово, если я просто, это не вышивальная машина, это обычная прямая строчка, я написала на кальке, ну, вы это уже видели все, как это было. Это у меня рукава. Рукава тоже по длине, вот так вот, я, видите, старалась стягать, чтобы вокруг снеговичков было, вокруг вот малышей этих. В общем-то все довольно просто и элементарно. Вот такие вот вертикальные линии. Это все рукава, 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 и рукава, все время рукава. Сколько же можно этих рукавов-то тут? И все еще рукава. Значит, где-то были, девчонки, не рукава. Да, вот это не рукава, это деталь полочки, которая, вот видите, за вычетом подбор, это тоже все здесь вертикально. Вот, теперь нужно собрать наш первый слой, наш теплый слой, и я это сейчас буду делать. Также в швы, некоторые швы, нужно будет вставлять кусочки ткани, с помощью которых мы позже этот утеплитель будем подшивать к пальто или к подкладке, но к чему-то точно будем подшивать, так что будем еще такие маленькие язычки сюда добавлять. Вкладываю язычки между деталями полочки и спинки таким образом, чтобы шов, который будет стачивать между собой полочку и спинку, проходил где-то посередине вот этих вот язычков. Но если не посередине, то не страшно, главное, чтобы не в край. Далее нам говорят, что припуски нужно раз строчить, то есть вот так разложить в разные стороны и закрепить строчкой, чтобы не попали вот эти вот обязательно штуки, и нужно обязательно следить, чтобы вот эти вот наши язычки не попали вот в этот шов растрачивания. То есть сначала мы их закрепляем направо и растрачиваем левый шов, потом меняем положение. Я вот видите, иголочкой приколола так, чтобы одновременно закрепить этот, и здесь вот этот. И так, с одной стороны мы с вами расстрочили. Теперь вот эти вот наши язычки, которые болтаются, можно отпустить и перекрыть вот на эту сторону, чтобы расстрочить с этой стороны наш шовчик. Тогда язычок точно никуда не попадет. Ну и вот такой вот конечный итог. То есть вот у нас получается, что каждый шовчик расстрочен, и по центру болтается язычок. Наизнанке это выглядит вот так. Итак, я сшила утеплитель, расстрочила швы, и торчат у нас вот здесь вот наши маленькие язычки. Все швы я растрачивала, и центральный шов на кокетке, и шов притачивания кокетки к пальто, чтобы было тоньше, чтобы вот эти вот, ну скажем так, вот эти вот припуски, да, не мешали потом со стороны изделия. Так, а вот так это выглядит с утеплителем. Он, конечно, там еще не расправлен, но вот как-то так. Причем я его шерстяной стороной приложила к шесте, то есть здесь он будет такой шершавенький, по-шершавенькому. И вот я думаю, может быть стоит наоборот, шерстяной стороной внутрь, а вот этой подкладкой к пальто, ну вот в том видео, ой, мастер-классе, который я смотрю, там как раз вот так, то есть шерстью к шерсти. Ну не знаю, сейчас попробуем вывернуть, посмотрим. Просто мне не нравятся вот эти вот заломы, которые пошли образовываться, то есть ткань застревает и не проскальзывает. Как-то это не гуд. Но хоть тепло будет, уже хорошо. Так, надела слегка наоборот. Теперь шерстью к телу, подкладкой наружу. Здесь же будет еще одна подкладка. Так что, в принципе-то, я думаю, будет все хорошо. Вот, как-то так. Итак, утеплитель у меня держится вот на таких вот веревочках. Не веревочках, а закрепочках. И получается, к плащу, к плащу, к пальто тоже он подшит вот такими вот закрепочками за припуски. Если там я настрачивала на машине, то здесь я решила уже не выпендриваться и сделать на руках. Потому что, ну, на руках мне реально было удобнее это сделать. И я подумала, какая разница. На руках подобраться проще и комфортнее. И в этом пальто довольно много ручных стежков. Поэтому ничего особенного. Рукава, подкладка в рукавах тоже, видите, вот с помощью этих штуковин нашита. И получается, в районе рукава, в двух местах она закреплена. По низу рукавов я подшила подкладку вместе с утеплителем к основной ткани. То есть, как если бы я обработала обычной подкладкой, только в моем случае она была еще с шерстепоном. И точно так же пришила подкладку вдоль подбортов. Тоже, как если бы это была просто подкладка. Но в моем случае это была подкладка с шерстепоном.